Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре пройдет традиционный марафон на Кубок главы города. Кто сможет принять участие в соревнованиях? Чем порадуют спортсменов на финише организаторы забега? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. И Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгомэн». Сергей Валентинович, Антон Валерьевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. Давайте сразу первый вопрос, наверное, для всех самый важный. Когда забег, когда пройдет марафон на Кубок главы города? 21 августа 2022 года будет проведен пятый юбилейный марафон, легкоатлетический марафон на Кубок главы городского округа Самара. Во сколько начало забега? Ну, забег, это общее название. Да, конечно, там несколько дистанций. Он состоит из нескольких стартов. Первый старт у нас будет в 7 часов утра. У нас стартуют участники на самую длинную дистанцию, непосредственно на сам марафон. Он столь рано проходит, потому что в Самаре установилась очень жаркая погода. И для марафонцев, конечно, мы максимально стараемся сделать условия более комфортными для преодоления дистанции. Само по себе преодоление марафона – это уже… Подвиг. Да, подвиг – это не каждому по силам. Поэтому, чтобы не было дополнительных трудностей со стороны погоды, старт дается в 7 утра. Ну да, когда на самом деле примерно 18 градусов, наверное, ну почти идеально. Я правильно понимаю, Антон Валерьевич? Да, чем холоднее, тем лучше бежится. То есть 18-16, вообще в идеале, конечно, 10-11-12 градусов, но это осенью у нас будет следующий забег. А так в 16 градусов, в принципе, комфортно стартовать. И к обеду уже большая часть участников финиширует, поэтому, ну, к часам к 11. Поэтому я думаю, что спортсмен будет как-то комфортным. Ну, то есть, условно говоря, они смогут пробежать марафон, ну, до наступления жары? Да, совершенно верно. Вот, кстати, вы сказали интересный момент, что оптимальная температура для марафона – это 10 градусов, я правильно понимаю? Ну, до 10-12, да, то есть это когда, в принципе, еще не холодно, но и можно, когда вы бежите, вы же разогреваетесь, то есть можно одеть легкую одежду и, в принципе, пробежать достаточно быстро дистанцию. Поэтому 12 градусов, вот 10-12 градусов – это вот оптимально для того, чтобы спортиваться. А, кстати, тогда уж просветите меня, раз мы вот, ну, просто, может быть, для всех любителей бега. А до какого вот отрицательного значения можно бежать в марафон? То есть, условно говоря, минус 5, минус 10? Минус 15 градусов – это вот еще можно, соответственно, 20 градусов нежелательно, потому что придется, то есть все-таки марафонцы, бегуны, они дышат ртом. То есть нас всегда учили дышать носом, а все-таки правильно дышать ртом, потому что больше кислорода попадает в организм, и, соответственно, больше возможности, скажем так, организму перерабатывать кислород, продвигать его, и насыщая кислородом кровь, давать бегуну сил. Вот. И если мы открываем рот в холодную погоду, ну, то есть есть вероятность простудиться, поэтому до 15 градусов нормально, 20 уже нежелательно. Ну, либо с бафом закрывать рот и бегать на низком пульсе. Я, кстати, вот теперь понял, почему на самом деле вот у нас в Самаре проводятся все забеги, вот я так обратил внимание, ну, осенью, весной, летом. То есть вот, ну, это, то есть теперь все, в общем, как бы, стало. Есть традиционный марафон в Питере, дорога жизни, которая проходит в январе. Ну, вот, соответственно, там бегут 42 километра 21, по-моему, в 19-х числах января, ну, в конце января, в 20-х числах. Там достаточно холодно. Один раз мы бежали, по-моему, минус 18 было, минус 19. Сурово. Но вообще легкая атлетика – это летний вид спорта. Да, поэтому все-таки, да, все происходит летом. Мы, конечно, максимально сейчас насытили легкоатлетическую программу в нашем городе. У нас уже 5 стартов, проводится 5 стартов. Это космический полумарафон, это фестиваль бега Королева спорта, это непосредственно вот следующий… А, ночной забег у нас был в День физкультурника в минувшие выходные. Соколь и горы. Соколь и горы. Ну, это уже кросс, он несколько не по улицам города, но, тем не менее, да, тоже одна из возможностей… Для любителей бега, показать себя. Ну, и завершит, вот мы проводим в эти выходные самый главный старт, центральный старт, самый массовый старт – это марафон. Марафон – это наша гордость, гордость нашего города, потому что это не только спортивное мероприятие, это имиджевое мероприятие, оно направлено на привлечение гостей в наш город, это улучшает туристическую привлекательность. К нам приедут из более чем 200 населенных пунктов Российской Федерации… – Да, 200 населенных пунктов. – Да, и из пяти государств будут принимать участие спортсмены и любители бега. Поэтому это очень важная составляющая для города проведения таких больших событий. И да, мы понимаем, что некоторые неудобства, конечно, вызывают проведение марафона, но мы хотим обратиться ко всем жителям города, чтобы они с пониманием относились к той ситуации. И мы со своей стороны максимально быстро откроем дороги, потому что центральная часть города будет перекрыта во время проведения марафона. И по возможности, как только будут освобождаться дороги, мы сразу и будем открывать. – Здесь ведь надо понимать, насколько это важный имиджевый момент для города. Я считаю, что один раз в году можно поступиться какими-то удобствами ради того, чтобы город стал вот таким спортивным центром. По-другому просто невозможно, на самом деле. – Ну да, потому что другие наши забеги не требуют такого глобального перекрытия дорог, как самарский марафон. Но в то же время мы хотим отметить и то, что марафон – это 42 километра. И по требованию международным стандартам спортсмены не должны делать более двух кругов. Поэтому наша трасса имеет международный сертификат легкоатлетической организации, АИМС, она называется. И люди, которые преодолеют эту дистанцию, она подтверждает, этот сертификат подтверждает то, что трасса соответствует всем стандартам, своему заявленному километражу, своей заявленной дистанции. Поэтому и получается перекрыть несколько улиц городских, центральных, для того, чтобы спортсмены смогли именно в два круга преодолеть 42 километра. – То есть у них получится вот этот такой некий сертификат, что ты пробежал именно марафон? – Нет, сертификат мы даем на трассу. Но кроме того, что участник преодолел дистанцию, он получает сертификат участника. Это подтверждение того, что человек финишировал на марафоне. – На сертифицированной трассе. – На сертифицированной трассе. – Вот, кстати, если вернуться к истории марафона на Кубок головы города. Насколько я помню, первый марафон состоялся в 2017 году. Вот вообще об истории расскажите. – Да, впервые мы в 2017 году провели это событие. Инициатором его является Антон Сирота, который побывал во многих городах и странах даже. Поучаствовал в… Сколько ты марафонов у нас преодолел? – Девять марафонов. – Девять марафонов? – Девять марафонов? – Два ультрамарафона. – Ультра – это сто? – Сто девять. – Сто девять? – Почему бы ему пришло… Ну, Антон, наверное, сам расскажет, почему бы такая ультра пришла. – Просто мы в историю марафона углубились. Последний марафон официальный в Самаре прошел в 85-м году. Соответственно, первый был в 78-м году, когда стартовали еще от самолета, соответственно, на проспекте Кирова и бежали в сторону аэропорта. Далее были маршруты от Дворца спорта, бегали по старому городу, по Самарской. Ну, то есть такая достаточно интересная была история. И даже мой отец там участвовал, то есть бегал на каких-то дистанциях. Но потом это как-то все как бы сошло на нет, энтузиасты, видимо, ну, как-то там… – И всяк энтузиазм. – Да, и всяк, да, и всяк энтузиазм. И вот в 2015 году заразилась идея возобновить эту традицию марафонскую, потому что все города крупные имеют свои марафоны. И как сказал правильно Сергей Валентинович, что это является такой некой туристической привлекательностью. Приезжают люди из других городов, мы показываем свой город во всей красе, они бегут по трассе, которая проложена через все достопримечательности. И вот с 2015 по 2017 разрабатывался этот проект, и мы сделали несколько забегов небольших. И в 2017 году впервые в августе мы провели первый Самарский марафон. Девиз у него был «Каждый первый». Ну, то есть каждый, независимо от того, как вы бежите, вы уже первый, потому что вы пришли на первый марафон после перерыва. Далее был 2018-2019 год. В 2020 году мы тоже провели старт, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы провели его в сентябре, в день города. В 2021 году опять у нас произошла вот эта история. И вот сейчас мы проводим пятый юбилейный марафон, который, я думаю, запомнится нашим участникам. И как бы опять, скажем так, вернет нас вот в эту марафонскую историю. В марафонскую среду. Да, в марафонскую среду. И я призываю жителей города, наоборот, выйти на улицы, поддержать. И посмотреть, поаплодировать, конечно. Да, поаплодировать, поддержать марафонцев. Поаплодировать мужеству. Потому что им тяжело, им нелегко, они придут бороться сами с собой, потому что многие из них бегут первый раз в марафонскую дистанцию. Очень много будет детей. Поэтому жители города могут тоже привезти своих детишек, пробежаться. Есть у нас, опять же, забег, который позволит, может быть, участнику, который еще не планировал бежать длинные дистанции, вообще просто посмотреть, как это. Это Самарская миля. Бесплатный забег. Любой участник может прийти, пробежать и почувствовать вот эту атмосферу соревнований. Посмотреть, как все это происходит. Насколько это грандиозный праздник городской. И начать готовиться. И начать готовиться уже к следующему году, либо к ноябрьскому старту, который у нас будет в ноябре. 4 ноября полумарафон «Беги мы едины». Я уверен, что он пройдет все замечательно. А я сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, как это происходило в 2020 году, если я сейчас не ошибаюсь. Тогда это назывался космический марафон. Очень интересно, очень красиво. 42 километра за несколько часов – достойный результат. Первой среди девушек к финишу пришла Ирина Малкова из Кургана. Ирина с детства занимается легкой атлетикой. Говорит, узнав про возможность поучаствовать в забеге, сразу решила приехать. Спортсменка не пропускает ни одного марафона. Способна пробежать дистанцию в 100 километров. В принципе, погода марафонская, беговая, трасса тоже нормальная. Но последняя горка на Новосадовой, конечно, убивала по ногам. Так было все прекрасно. Космический марафон прошел в Самаре в четвертый раз. Легкоатлеты преодолевали дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Для тех, кто показал на лучший результат, подготовили денежные призы и кубки. Вручать их призерам приехала глава города Елена Лапушкина. Не забыли организаторы и о мерах предосторожности. По согласованию с Роспотребнадзором, каждая дистанция пробегалась в разное время, чтобы не допускать скопления людей на старте. Ой, здорово. Эмоции переполняют. После карантина такое мероприятие классное. Всего пробежать по Самарской набережной приехали свыше двух тысяч любителей спорта со всей России. Без медали не остался ни один участник космического марафона. Итак, уважаемые гости, вот вы сказали, что можно пробежать не только марафонскую дистанцию, можно пробежать полумарафон, можно 10 километров, то есть можно... Три километра, полтора. Три километра, полтора. Вот, кстати, к вопросу о вхождении вот в эту атмосферу. Вот если человек, ну, скажем так, более-менее физически активен, вот он пробежал полтора километра и понял, что, ну, ему это интересно. Вот за какое время можно подготовиться к тому, чтобы, ну, потом пробежать уже затем марафон? Ну, для марафона все-таки требуется специальная подготовка, и, конечно, с дивана бежать нельзя. Нет, его можно пробежать, впоследствии просто будут не очень позитивны для организма. Я понимаю, в печали, если мы вспомним историю первого марафонеца, хотя он был, кстати, профессиональный воин, но, правда, он после сражения, но, говорят, вообще-то погиб, ну, по легенде. Да, да, но здесь полгода примерно нужно для того, чтобы подготовиться к полумарафону, к полумарафону, ну, и в идеале год для того, чтобы выйти на марафонскую дистанцию. Поэтому, прям вот, ну, то есть, если какие-то предлагаются истории, там, за два-три месяца пробежать марафон, ну, лучше... Это миф и даже не рисковать? Нет, можно, нет, конечно, можно попробовать. То есть, я свой... Все зависит от уже индивидуального... Да, я свой первый марафон пробежал за три месяца. То есть, значит, с нуля, скажем так, ну, у меня просто была подготовка, скажем так, спортивная, я всю жизнь занимаюсь спортом, но если вы никогда спортом не занимались, то вот полгода, потихонечку сначала, там, три километра, пять, десять, потом двадцать один, спокойно, с улыбочкой, ну, и в конце уже будет, вот, марафон, он будет в радость, не будет в тягости, потому что все-таки марафон, это не два полумарафона. И там есть такие понятия, как стена, там, после тридцать пятого километра, когда организм уже не может не бежать, не идти, уже хочется все бросить. Ну, чтобы такого не было, лучше готовиться заранее. Но вы сказали при этом, что легко и с улыбочкой, то есть, когда стена, а ты улыбаешься? Вот стены не будет, если будет правильная подготовка. Да, правильная подготовка, правильный темп, лучше брать тренера. Более того, в этом году мы, скажем так, подготовили сюрпризы для горожан, и на многих пунктах питания у нас будут представлены спортивные клубы. То есть, они будут помогать нашим волонтерам, ну, и, соответственно, вот, как сказать, создавать атмосферу. Поэтому подсказывать, да, правильно поить, правильно какие-то напутствия давать участникам. Ну, то есть, вот, в общем, после того, как вы пробежите на этом марафоне 3 километра, можно смело записываться в школу бега и дальше готовиться к марафону. И готовиться к марафону. Ну, и Самара – это город любителей бега, на самом деле. Совершенно верно. Вот в чем отличие этих соревнований, вот, предстоящих от предыдущих? Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим про 20-й год, то есть, это был космический полумарафон, соединенные два марафона и полумарафон в один. Во-вторых, сейчас трасса марафона, то есть, в 20-м году она была немножко, скажем так, сокращена. Километраж был тот же, но мы бегали только по Максиму Горького и Волженскому проспекту. А сейчас мы выходим на ту же трассу, которая была в 19-м году, сертифицированная, как уже сказал Сергей Владимирович АИМС. Это полный круг на 21 километр, который проходит по улице Максима Горького, Куйбышева, Чапаевской. Мы бежим по площади Куйбышева, мы бежим по Ленинградской, рядом с дядей Степой. Мы бежим мимо цирка, практически добегаем до ракеты, даже не практически, а мимо ракеты, и спускаемся вниз по Волженскому проспекту. То есть, участники увидят весь ансамбль наших достопримечательностей воочию, да, и насладятся всем вот этим маршрутом. У нас будет 7 пунктов питания, даже, по-моему, 8. У нас будет 5 поливальных машин, которые будут стоять. Будет достаточно большое количество волонтеров дежурить на трассе. В общем, все согласно правилам марафона. Да, он все правильно говорит. По центральным улицам города проходят все марафоны в мире. Это самый лучший способ популяризировать здоровый образ жизни. Это физическую культуру и спорт. Это пример для всех людей. Спорт делает нас лучше, поэтому мы максимально его внедряем в общество. Вот если брать, например, как проходят марафоны в других странах, то, например, в Нью-Йорке, когда участвуют там 50 тысяч или 40 тысяч участников, это максимальная квота, которая возможна, чтобы пробежать. Перекрывается центр города и выходит на поддержку бегунов 2 миллиона жителей. 2 миллиона только болельщиков. Это всегда событие для города. Поэтому наша мечта, наша цель – сделать такой же праздник в Самаре. Но он уже сейчас, наш марафон, наряду с лучшими марафонами в России находится. Конечно, пандемия свою роль сыграла. Мы опять пытаемся набрать этот ход, который был, достаточно динамично развивался марафон. Начиная с 2017 года, своего пика он достиг в 2019 году, когда почти 4 тысячи участников было, 12 стран. В 2020 году мы, как уже Антон сказал, провели его. Несмотря на все трудности с пандемией, нам пришлось объединить два забега – космический и марафон на Кубок Головы. Получился такой космический марафон. В 2021-м ограничительные меры не позволили провести нам марафон. И вот 22-й год, когда мы в полном объеме сейчас проводим соревнования, состоялся и космический полумарафон, и фестиваль бега Королева спорта, и Соколье горы провели мы, и ночной забег. Вот сейчас главный старт – это Самарский марафон. Очень отрадно, что нас поддерживает глава города и в этом начинании. Ну и все департаменты. То есть достаточно большое количество муниципальной техники будет задействовано? Да, для администрации города, не только департамент спорта. Здесь задействованы очень многие службы. Мне хотелось бы тоже поблагодарить всех, кто… Потому что это огромная работа, огромная работа по тому, чтобы все это скоординировать, чтобы не было каких-то заминок. Это и пидстопы, это волонтеры, это установка фан-барьеров, выверка всей трассы, это оборудование стартовой зоны, перекрытие. Это… ГИБДД, машины, полиции, потому что… Отдельное спасибо, да, работникам ГИБДД, которые с нами на связи, которые мы оперативно… Но без них просто невозможно это сделать. Ну, понимаем, можно же по-разному делать свою работу. Поэтому мне хочется сказать вот спасибо, потому что мы сейчас в такой тесной команде работаем. И вот еще самое главное отличие, то есть, когда мы начинали, еще никто не понимал, как это будет, что это такое за марафон, почему надо бежать по улицам города, зачем это все перекрывается. Да, бегите там в лесу, идите. Да, 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 да. А сейчас вот каждая служба старается помочь, внести свою лепту, там как бы лучше сделать, как бы вот, соответственно, сделать оперативнее, подсказать, может быть, какие-то свои инструменты добавить. Поэтому отрадно, что вот большая команда города и муниципальных служб работают над этим забегом. И я уверен, что жители и гости города оценят и забег, и, соответственно, его подготовку. Ну, и отрадно, что как бы стараются всех, стараются улучшить. То есть, что называется, не за страх, а за стоимость. То есть, вот делают для того, чтобы это стало лучше. А сколько участников ожидается? Откуда они будут? Кто может принять участие в соревнованиях? Мы ожидаем до трех тысяч. До трех тысяч? До трех, да. Ну, соответственно, как уже сказали, из двухсот городов России. То есть, это и Москва, и Питер, и... Ну, не город, а населенный пункт. Населенный пункт, да. Но все крупные регионы, естественно, представлены. Да, их, наверное, около пятидесяти, наверное, будет. Ну, там, да, крупные города-миллионники. Даже есть такие города, как Находка, соответственно, Мурманск. То есть, вот оттуда люди едут. Ну, потому что они берут отпуск. У нас солнце, у нас Волга. Кстати, один из таких неофициальных девизов марафона был «Пробеги марафон и скупайся в Волге». Потому что мы... И отдохни на Волге. И отдохни, да. Потому что мы... У нас, на самом деле, уникальное место. Все марафоны, в основном, проходят в центре города, на каких-то площадях. И туда пригоняют специальные бойлеры с водой. Марафонцы прибегают, они все в соли, им надо обмыться, соответственно, ну, смыть себе вот этот пот, соль. А здесь Волга. Просто... Ну, да, иди купайся. Да, и вот я помню, в 19-м году люди прям практически чуть ли не в одежде. Прибегали на пляж и прыгали в нашу замечательную Волгу. Тем более она вообще будет теплая. Ну, после бега самое первое желание – это окунуться. Такой возможности, действительно, Антон прав. Нет ни в одном городе, потому что такой набережной, как у нас, тоже, наверное, нигде нет. Еще, кстати, следует отметить, что каждый участник марафона получит вот такую замечательную, уникальную медаль и майку. То есть мы сохраняем традицию майка финишера, майка марафонца, она идет в комплекте для всех дистанций, кроме детского забега, соответственно. Из Самарской милиции. То есть вот если говорить так, вот что получат марафонцы, ну, помимо того, вот помимо победителей, вот что получат все массовые, да, то есть медали и майки. Медали и майки. То есть вот такие медали. Чип индивидуального хронометража, ему приходит смс-информирование, да, будет смс-информирование, да, смс-информирование с его результатом, с пожеланиями, с поздравлениями об окончании дистанции. Это очень приятно на финиш. Я сам был приятно удивлен первый раз, когда пришла смс, а мне говорят, поздравляем, вы преодолели себя, ваш результат такой-то, такой-то. Это, да, хорошая такая... Полумарафонские дистанции, марафонскую мы будем кормить, у нас будет полевая кухня на месте, это будет гречневая каша с ушенкой, ну, и там, соответственно, чай. Что касаемо дистанции поменьше, это бананы и вода от наших партнеров, и, соответственно, ну, то есть вот эта атмосфера, то есть праздника, она будет, я думаю, что... Ну, да, главная мотивация, это, конечно, не гречневая каша, которая... Да, ну, да. Главная мотивация, это праздник. Это праздник спорта. Это объединение людей, это невероятная энергетика такая, которая от того, что вот позитивные, здоровые люди собираются вместе, и ты чувствуешь такую некую сопричастность вот ко всему. Кто может принять участие в соревнованиях? Потому что понятно, что это спорт и как бы нагрузка большая, вот какие есть там вот эти моменты? Ну, участие в соревнованиях могут принять любой желающий, который имеет допуск от врача для пробегания той или иной дистанции. То есть от одного года до 90 лет, соответственно, у нас, правда, максимальный возраст участника на марафоне в этом году 83 года. То есть вот сейчас я уже видел, что зарегистрированный ребенок один год, и 83 года, это Владимир Шитов, наш триатлет, бегун, марафонец, который пробежал неимоверное количество стартов, финишировал на престижных триатлонных стартах. И сколько ему лет еще? 83 года. 83 года, и вот он сейчас думает бежать либо десятку, либо 21 километр. Ну, вот, соответственно, да, поэтому, да, поэтому, ну, на самом деле, возрастных достаточно большое количество людей у нас будет. Награждение будет происходить также по возрастным категориям во всех дистанциях, включая 3 километра, 10, 21 и 42. Ну, и, соответственно, вот возраст от одного года до 4 бегут дети здесь с родителями, а с 5 лет они уже бегут самостоятельно. У нас специальные категории 5-6 лет, 7-8, 9-10. Это такое тоже, это отдельное событие внутри марафона, нужно просто посмотреть в глаза вот этих детей, как они рвутся к победе, как они стремятся выиграть, независимо ни от чего, у них нет никаких преград. Поэтому тоже, как бы, отрадно, что это поколение подрастает, смотрит пример своих родителей, само бежит. Я думаю, что в будущем это даст очень хорошие плоды. А где регистрироваться можно? Вот в день забега, наверное, уже будет поздновато, я так подозреваю. В день забега, к сожалению, справку уже будет сложно взять. Ну, да, это более в 7 утра стартует марафон. Да, 21-го числа у нас регистрация на месте предусмотрена только, вернее, получение стартовых пакетов только для марафонцев. Остальные участники должны получить пакеты 19-20-го числа в торговом центре «Космопорт», соответственно, на первом этаже, рядом с магазином «Спортмастер», вернее, внутри магазина «Спортмастер». Еще один вопрос, стоимость участия какая? От 700 рублей, соответственно, различные скидки, льготы для ветеранов, для многодетных, для, соответственно, пожилых. Это для тех, кто хочет получить стартовый пакет, получить индивидуальный хронометраж, получить питание после финиша, получить уникальную вот такую медаль и майку. Для всех остальных предусмотрена самарская миля, это забег абсолютно бесплатный, любой желающий, предоставивший справку о состоянии здоровья, допускается для участия, он также пробегает дистанцию и участвует в празднике. В забеге, то есть, пожалуйста, это совершенно бесплатно. Еще один очень важный вопрос, особенно для людей, которые, ну, как-то вот амбиции спортивные имеют. Эти соревнования позволяют выполнять спортивные нормативы, получать разряды и так далее? Да, это спортивный разряд, так как трасса имеет международный сертификат, дистанция промерена, проверена, то вполне можно подавать. На дистанции 21,42 километра? Да, 21,42. Да, 21,42. Ну, и вы знаете, я вот заметил, что ведь вообще в Самаре очень много, скажем так, соревнований всевозможных. И я вот сейчас предлагаю сделать паузу, у нас времени не так много, осталось посмотреть сюжет вообще, а вот какие мероприятия спортивные сейчас проходят на территории городского округа Самара. Спорт на любой вкус и размер кошелька. В день физкультурника Федерации презентовали около сотни различных видов спорта, культивирующихся в Самаре. Пляжные, технические, командные, индивидуальные. Тренер по фитнесу Сергей Тулевич уверен, 20 лет назад такого разнообразия и доступности спортобъектов и секций, как сейчас, в городе не было. Поэтому сегодня народ повально увлечен физкультурой. Очень много занимается. По сравнению, конечно, с 90-ми, 2000-ми годами. Наверное, каждый второй. Раньше каждый пятый, шестой. У каждого свои цели, каждый свои цели преследует, как говорится. Кто-то хочет просто подтянуться, кто-то хочет просто здоровым. Кто-то хочет накачаться, мышечную массу набрать, кто-то хочет похудеть, подтянуться. Родители детей не уговаривают заниматься физкультурой. Как правило, они сами – пример для подражания. Раньше в детстве занималась и художественной гимнастикой, и балет. И дочь занимается спортом, плаванием. Сейчас для себя здесь еще один новый вид спорта. Она выбрала и хочет записаться на фехтование. Любители физкультуры могли не только выбрать новый для себя вид спорта, но тут же принять участие в мини-турнирах. Например, по арморестлингу, футболу и баскетболу. Спортивные функционеры уверены – в Самаре от физкультуры до большого спорта – один шаг. Физкультура – это здоровый образ жизни и приятно, когда приходишь на нашу набережную. И обратить внимание, сколько ребят здесь, сколько молодого поколения соревнуется. Азарт, физкультура и спорт – они взаимосвязаны, потому что это их объединяет. И это здорово. И мы можем смело говорить, что у нас молодое поколение здоровое. Не обошлось и без наград. Лучшие работники спортивной отрасли, спортсмены и тренеры получили почетные грамоты и дипломы за развитие физкультуры и спорта в Самаре и области. Существует понятие базового вида спорта, который относится к олимпийским видам спорта. Существуют другие виды спорта. Всего порядка на текущий момент свыше 120 видов спорта, которые у нас развиваются в нашей Самарской области. Большинство слоев приносят медали. У нас разные виды спорта. У нас есть медалисты, конечно, в единоборстве. Вот сюда есть наши хорошие фехтовальщики, плавание. Поэтому в каждом виде спорта у нас есть свой медалист, свой отличник этого вида спорта. Финишировал спортивный праздник на набережной парусные регаты, флешмобом за спорт и легкоатлетическим ночным забегом огни Самары. Уважаемые гости, ну вот я рад, что нас ждет еще один спортивный праздник. И времени, собственно говоря, программы закончилось. Я просто предлагаю еще раз пригласить всех на Самарский марафон и поучаствовать вот в этом празднике спорта. Приглашаем 21 числа пробежаться на нашей Самарской земле. Да, будет здорово. В нашей студии были Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского круга Самара, и Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации проведения спортивных мероприятий «Волгоман». Ждем на старте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok